И продолжим с вами. Девятая часть. Запись будет там же, где мы с вами смотрим все предыдущие записи. Сейчас я скину ссылочку вам, конечно же. Так, минуточку, скайп не отключила. Сейчас отключу. Ну все, замечательно. Ну что ж, поехали с вами. Итак, с чего же начинается наша работа? Это, конечно, самое главное, о чем мы с вами поговорили. Это о том, что мы с вами скачиваем свои рекрутинговые ролики на свой канал YouTube. Это очень важно. Во-вторых, хочу вам сказать, что скоро будет уже на днях новый сайт. Сегодня туда ездил Антон. Уже идет полностью наполнение, дополнение. Обещали скоро прям нам его сдать. Обещали сдать к первому числу, но сайты мы пока делаем прежние, потому что если нам что-то не понравится, мы будем переделывать. Таким вот образом. Поэтому для начала не нам его сдача произойдет. Мы всем директорским составом обсудим. Если что-то нужно, уберем или добавим. Да, вот, и, конечно же, сейчас хочется сказать, да, всем привет, да, всем привет. Вот, и сейчас, конечно же, всем хочется объявить еще раз о том, что мы с вами встречаемся в Москве. Все лидеры с 9% могут к нам приехать в Москву. Конечно же, все москвичи, все директора, те, кто не попадает на ассамблею. И об этом мы с вами поговорим, скорее всего, завтра или послезавтра. Поэтому обязательно старайтесь посмотреть в записи погромче. А что же не так? Меня плохо слышно? Может быть, вы меня не прибавили просто? Как меня слышно? Итак, и сегодня мы с вами заденем такую тему, как правила построения. Правила построения у нас с вами ведут директора. Это Ольга Дубяга, Ольга Пенина. Да, и хочется сказать, что тут единственное, что дополнение от меня будет, это что-то типа того, что мы с вами сейчас обсудим, что продавцы, покупатели для себя, управление весом, работа в интернете, мы с вами всех можем регистрировать в цепочку. Да, продавцов мы можем регистрировать или под себя, или под последнего активированного в веточке. То есть, если человек активировался, он активно работает, можно ему помочь балловым заказом снизу или регистрировать под себя, чтобы у вас, в принципе, были больше выплаты. Далее, мы работаем с вами со всеми странами. Неважно, из какой страны человек пришел и по какому варианту. Всех можно регистрировать. Единственное, но это близкие родственники должны быть в структуре друг у друга. Что это значит? Если вы хотите зарегистрировать маму, но у вас уже есть своя цепочка, то, конечно же, тут важно понимать, что маму вы должны регистрировать именно под себя в первую линию, под маму-папу, под папу-брата, под брата-сестру и так далее. То есть, все прямые родственники должны быть или у вас в первой линии, или в цепочку, которая друг под другом. Вот это самое-самое такое важное, что нужно обязательно знать. Далее, значит, что хочется сказать. Вы приходите на проект, и первые три регистрации вы вливаете в свою совместную ветку с наставником. Наставник вам помогает до 9% строиться. Далее мы вас ждем в чате топ-лидеров и будем учить вас уже работать с командой. То есть, до 600 баллов наставник вам помогает, но не всем, да. Есть, в принципе, и люди, которые строятся сами, и им двойное уважение таким людям, да, которые ничего не ждут, растут и обгоняют тех, кому даже помогают, да. Вот очень-очень часто такое бывает. Вот вы знаете, я сейчас не постесняюсь сказать, что у меня примерно в структуре примерно 15 директоров, в кавычках, которые так и не смогли отстроиться и не зарабатывают деньги. Остальные директора, конечно же, у них открыто ИП. И вот в этом-то и прелесть нашей компании в том, что вы не можете строить людей друг по другу и не бояться ничего, потому что человек, который не работает, он и не заработает ничего. И это здорово, и это классно, что в компании Фаберлик на самом деле вот такой хороший маркетинг-план. Также хочется сказать, что у нас мультилевер-маркетинг – это многоуровневый маркетинг, да. И, к примеру, самое главное, что вы должны знать, что вот, допустим, есть сетевые компании с линейными маркетингами, да, где, может быть, могут платить 5 уровней в глубину или 3 уровня в глубину, да, четвертый отрезается. То есть давайте возьмем в пример сейчас… Так, давайте я нажму «Рисование», да. И вот, к примеру, да, как бывает в линейном маркетинге? Один новичок, под новичком второй новичок, под вторым новичком третий, четвертый. И вот, к примеру, уже все. Дальше не платят, да. То есть построение в цепочке получается невыгодно, и уровни растут медленно. Да, Костичка, на самом деле так. Добрый вечер, Светлана, да. К примеру, мы можем с вами строить всех в глубину и не бояться, что кто-то у вас будет на халяву деньги получать, да. Тут очень классный такой есть момент. Компания «Фаберлик», низкий поклон, есть такой шикарный разработанный план, потому что, допустим, у вас есть новичок, да, и под этим новичком, к примеру, вырос директор, да. И вы получаете 5% с веточки этого директора, да. То есть и вот с этого новичка 5%, и с директора 5%, да. Если у вас, к примеру, в вашей первой линии, не первой линии, а три директорские ветки, без разницы, в какой линии открытый директора, да, у вас, к примеру, три директора, и у вас минимально есть 1000 баллов в бок личной группы, да, это очень сложно, но мы с вами сейчас поговорим, да, 1000 баллов в бок личной группы, то вы получаете за 3 уровня директора. То есть, смотрите, сейчас я вам покажу эту табличку по маркетинг-плану, и мы с вами вместе увидим, где это смотреть. Я сейчас захожу в шпаргалку лидера и захожу в маркетинг-план на нашем официальном сайте. Не на официальном, а на командном, потому что все же там собраны все страны. Вы пока ищите, да, вот заходите, да, и смотрим с вами табличку, называется «Директорские бонусы», их еще любят называть пассивным доходом. Когда ваш лидер вырос на директорство, он уже растет далее самостоятельно, это 100%, и у нас с вами получается, что мы получаем деньги с этого директора, но сами с его структурой мы не работаем. Вот что такое пассивный доход, да, о котором любят говорить. Скажите, пожалуйста, так, сейчас запущу публикацию экрана. Всем ли видно рабочий стол? Всем ли видно? Да, вот я сейчас показываю маркетинг-план. Вот, и мы смотрим с вами директорские бонусы. Вот этот вот как раз тот самый пассивный доход. Вот, и когда, допустим, вы золотой директор, золотой директор, да, то вы получаете на три уровня в глубину, да, вот это очень важно понимать, что такое мульти-левер-маркетинг. Что это? Так, минутку, минутку. Прошу прощения. Боже ж ты мой, что это такое? Так, да, в общем, вот, да, смотрим с вами. И что у нас, так смешно получилось, да, не позакрывала вкладочки, не туда нажала. Да, что у нас с вами получается? Возвращаемся к презентации. Да, возвращаемся к презентации. Что у нас получается? Если мы получаем с вами три уровня в глубину, то вот, допустим, под этим директором, да, может быть, личная группа у него, да, у этого директора хоть 500 человек, да, ну, это я примерно говорю, да. Дорогие директора, если вы на вебинаре скажите, сколько в вашей команде человек. Давайте возьмем именно директоров. Напишите, да, кто есть, сколько в вашей команде человек. Вот, значит, смотрим с вами далее. Не видно, что не видно. Я уже включила презентацию, да. К примеру, у этого директора 500 человек. Не скажу, примерно 350. Давайте исправим на 300, да, Олечка, спасибо тебе огромное за обратную связь, да, примерно 300 человек, да. Вот с его личной группы вы зарабатываете деньги с этого директора, да. 360 у Наташеньки, да. Ну, вот примерно так, да. 300 человек, и вы, в принципе, директор, потому что не все делают заказы, и это получается так, да. Да, директор – это примерно 300 человек, которые у вас оформляют заказы на 10 баллов, да. Вот, грубо говоря. Да, и, к примеру, вот тут простой покупатель, тут простой покупатель, и это не считается линией директорской, да. А вот тут у вас опять открылся директор, да. И это получается второй уровень директора. Поняли? Да, то есть, и потом, значит, у этого директора может быть опять 300 человек, группы которой вы будете зарабатывать, да. И у вас третья линия директора, да, получается. И вы получаете… Вот первая линия директора. Ой, извините, семерочка получилась. Первая линия директора, вторая линия директора, третья линия директора. Вот это очень важно понимать, что такое MLM, мультилевер маркетинг. Это очень важная фишка, когда вы выбирали компанию для сотрудничества, скорее всего, многие это не понимали. Для меня это самый важный показатель. Смотрите, следующее, почему у нас с вами выгодно строиться, выгодно работать. Вот у вас открылся, к примеру, директор, и этот директор, он не работал. У него просто под ним, допустим, открылась структура на 3000 баллов, и он начал получать по 23%. Он начал получать по 23%, и вроде бы как бы все хорошо. Но если у него нет своей личной группы в бок, которая нужна, 2000 баллов на уровне директора, то он уже не получает с этой ветки, да, то есть он директор, под ним директор, 23 минус 23 равно 0. Поняли? Вы не можете, грубо говоря, вы можете не бояться строить людей под людей и думать, что кто-то у вас там что-то, какие-то выплаты заберет. Вот это вот очень важный маркетинговый ход, да, который компания Фаберлик сделала, и получается, что бездельникам в сетевом маркетинге, мультилевер-маркетинге делать нечего, да, они останутся все равно не на плаву. Но смотрите, у нас с вами есть такая фишка, как крутые покупатели. Почему я их так называю, да, к примеру, у меня в третьей линии открылся директор, а вот это покупатель, который идет в первой линии, он же тоже на 23%, так ведь? Так ведь? Он на 23%, но он не директор, он ничего не строил, он просто пришел покупать, да, директоров, которые не смогли отстроить 2000 баллов, я, грубо говоря, называю покупателями, да, вот. Только сейчас дошло, Свет, отлично, отлично, вот, понимаете, вот этот мультилевер-маркетинг, это просто крутая тема, да, вот на самом деле. И вот этот покупатель, этот покупатель, если он сделает 50 баллов, 50 баллов, да, но он не работал, но он сделал 50 баллов, он со своего личного заказа получает, если взять, пример, цены России, то 60 рублей, да, то есть мы с вами 50 умножаем на 60 рублей, да, 60 же у нас рублей балл, если взять цены России, и умножаем на 0,23, да, посчитаем, сколько получится, ой, какая третий, ну, простите за то, чтобы вам было понятно, да, получается 690 рублей. Всем все понятно? Да, никто не, да, просто так, за то, что он покупает, у него скидка 26%, у него 50 бонус-баллов по Фоберлик-клубу, и у него 690 рублей, которые он может потратить, да, он все равно в плюсе, даже обычный простой покупатель, но денег со структуры он получит только в том случае, если он отстроит 2000 баллов в бок, то есть вот этот покупатель вдруг решил стать бизнесменом, да, и он отстроил 2000 баллов в бок, да, и вам хорошо, вы хорошо будете с него зарабатывать, да, и этот покупатель, да, становится старшим директором и открывает квалификацию на подтверждение старшего директора. Скажите, пожалуйста, есть ли вопросы по этой теме? Тишина. Не поняли? Ну, хоть кто-нибудь понял? Все понятно, да, вот, в принципе, понятно, да, вот чем отличается MLM от бизнеса линейного, да, то есть мы знаем с вами компании с линейным бизнесом, да, и, конечно, там уже грубое построение в первую линию, когда новичок приходит, да, новичок пришел в интернет, он пришел работать, и ему ничего не понятно, как размножать хромики, как лидеру, да, как лидеру принести правдиво и вкусно информацию о подарках, как ему дать понять, что у нас выгоднее, чем в магазине, с этим сталкивается каждый лидер, блокировка страничек, новички часто не умеют говорить, да, и им нужно время, чтобы научиться, ой, да тут еще и ролики надо на YouTube канал скачать и имя рекрутить, то есть мы открываем с вами целый бизнес, мы с вами развиваем одновременно бренд и строим одновременно структуру, и эта работа действительно важная, потому что мы с вами идем сейчас, чтобы зарабатывать более 100 тысяч в месяц, да, чтобы зарабатывать более 100 тысяч в месяц, нужно вкладывать время, да, время в свою работу, что мы с вами видим, новичок приходит, он не видит поддержки под собой, ему отказали 10 раз в соцсети, он не нашел ни одной регистрации, и через 2 дня он у вас делает ноги, так ведь? Очень чисты такие случаи, а еще если новичка хоть раз послали, если он попался на какого-нибудь грубияна, то все, руки опускаются у новичка, были у вас такие случаи, были у вас такие новички? У меня таких новичков очень много, конечно были, да, вот были, да, вот были, часто бывают, и на самом деле тут как раз играет немаловажная фишка, чтобы у вас не было переписи населения, когда вы людей строите только под себя, да, когда вы людей строите только под себя, вот новичок, 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 да, и понятно, что не каждый пойдет вниз сам, то есть вам для того, чтобы приободрить новичка, нужно стараться в течение трех дней под него провести регистрацию, чтобы он понял, что у вас получается, и у него тоже получится, и вот этого новичка с этим новичком обязательно нужно познакомить, вот обязательно нужно познакомить, а, ну это перерегистрация, это да, может такое быть, бережем людей, если есть доказательства, отправляем в обратную связь, новичку восстанавливают и стартовую программу, и все, вот, да, то есть вы их познакомили, они два новичка, они вместе, да, и вы понимаете, что когда этот новичок уже начинает вливать под этого новичка регистрацию, да, а потом снова бывает ваша регистрация, да, вот таким вот образом, а потом регистрация новичка, то, во-первых, мы с вами понимаем, что у нас, по идее, бинарное построение, самое выгодное построение, это, допустим, пять веток по 9%, да, сейчас мы с вами должны это понимать, но вот этот лидер, вот этот новичок, да, иногда может сказать, я поработал, это не мое, я лучше пойду там, допустим, там, я врач, да, я пойду лучше дальше людей оперировать, да, и мы, по идее, с вами не имеем права его ни заставить, ни работать, ничего, то есть человек попробовал, ему не понравилось, вот, вот в чем суть, вот, и поэтому нужно обязательно перестраховывать группу и личные регистрации вот этого новичка, и поэтому мы с вами придумали волшебное, отличнейшее правило, которое вам даст бизнес на года и избавит вас от людей, которые будут жаловаться, что под меня, не регистрируются, но не работают и так далее. Вот этот новичок, после того, как он провел три регистрации, активированные балловым заказом, обязательно, да, то есть три регистрации, активированные балловым заказом, активированные, он научился, что он научился? Во-первых, он сидит в вашем чате, этот рекрутер, он нашел трех регистраций, то есть его уже успели, ему уже успели погрубить в соцсетях, у него уже успели, если он нашел три активных регистрации, да, то есть еще же неактивные, попадается вместе с активными, согласны, да, и неактивных больше, чем активных, вот это нужно понимать, что он уже профессионал становится своего дела, да, он прошел через работу с возражениями, через отличнейшую работу с возражениями, потому что у них новички, у него три новичка, целых три новичка активировалось, у этого новичка, и он уже становится лидером, да, вот очень важно это понимать сейчас, очень важная тема, потому что от этого зависит ваш бизнес, ваш, вот именно ваш бизнес, именно вот это построение, да, что далее получается, да, когда он привел трех активных, он открывает свою веточку, он открывает свою веточку, и когда он открывает уже свою веточку, да, ну, допустим, давайте возьмем пример, вот эта ветка наставника, я тут скосила, а это уже личная ветка, личная ветка новичка, что новичок ваш умеет? Давайте с вами поработаем, что ваш новичок уже будет уметь? Он будет уметь, да, доносить все привилегии, он будет уметь регистрировать, он будет уметь обучать, он будет видеть пример, как вы ведете свою веточку, он будет видеть пример общения, да, и, конечно же, он уже с вами, как с лидером поработал, да, он уже полноценный лидер, который уже не уйдет, не сломается, и вот тогда, да, новые веточки личные, да, регистрации его, они идут, они идут, 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 у него уже, и он уже хотя бы на 80% сформировавшийся лидер, который не уйдет и не бросит новые регистрации, да, вот у нас часто будет мнение, мне недавно скинули видеопрезентацию человека, который, может быть, что-то недопонимает, но работа в интернете, она-ка такова, она такова, и вы знаете, мы с вами на самом деле самое выгодное построение, это когда мы с вами делаем поддержку снизу, да, да, когда мы с вами делаем поддержку снизу, если вы хотите стать именно драгоценным директором, слушайте меня обязательно, обязательно слушайте, потому что мы смогли открыть и подтвердить 15 директорских веток всего лишь за 2 года работы, да, поэтому я вам сейчас даю очень дельные советы, ничего, никого бросать не нужно, если наставник отказался в нашу совместную веточку, он вообще туда не регистрировал, что ли, до 9% в принципе мы не бросаем людей, может быть, сам наставник просто у вас ушел, ведите 2, ведите 2 и свою команду отрабатывайте, конечно же, это ваша веточка совместная, каждый лидер вашей структуре, приведенный вами, не вами, вашими новичками, это все ваши люди, это все ваши деньги, это все ваши баллы, конечно, ведем, ведем, даже и не думаем, отлично, отлично, Светлана, вы знаете, я вам сейчас хочу сказать, что когда вам кажется, что мне не помогали, и я не буду помогать, так вот я вам честно скажу, я помогаю всем, а мне никто не помогал, вот мне никто не помогал, понимаете, и я выросла, как выросла, как я начинала, никто не знает, я спала по 3 часа в сутки, когда я начинала, потому что нужно было создать обучение для структуры, нужно было нянчить годовалого ребенка, вот, нужно обязательно, как вам даже сказать, провести вебинар, составить презентацию, отрекрутировать, созвониться, да, вот, понимаете, это все время, это все время, я все успевала, и постирать, и приготовить, поесть, да, были дни, когда муж готовил сам себе кушать, но он понимал, что когда я выйду на 40, на 50 тысяч, он уволится и спокойно сядет дома, и мы будем зарабатывать в 2 раза больше, чем он приносит в дом, он это понимал с 9 уже процентов, он перестал со мной спорить, вот, не за что, Светочка, расти без сомнений, да, проявляем инициативу, это очень важно, проявлять инициативу, потому что ваша жизнь не зависит от вашего наставника, да, деньги в банкомат хотите снимать вы, вы их тратите на себя, на свою семью, на своих детей, да, конечно, сейчас нужно понимать одно, вы зарегистрировались, и вы через полгода, уже через полгода, можете зарабатывать и 50, и 100 тысяч, а можете зарабатывать и 700 рублей через полгода, да, каковы ваши амбиции, каковы ваши способности к обучению, каковы ваши действия, тут самое главное, чтобы у вас была систематичность и надежность, вы должны быть надежным лидером, систематичным, да, то есть вот это обязательно нужно понимать, и вот этот лидер у вас, да, это вы, да, тут немножечко я перекривила, прошу прощения, да, вот это ваша веточка совместная, да, с лидером, где у него три активных регистрации, и когда он уже выходит на 9%, он начинает зарабатывать свои 2000-3000 рублей, да, вот, и, конечно, Олечка, ты знаешь, я не жалею, я не жалею, потому что, во-первых, у нас очень человеческие отношения на проекте, да, я зарабатываю не только деньги, мне очень нравится сейчас делать людей успешными, да, грубо говоря, вот я недавно смотрела, забыла имя, Нуриддинова, Нуриддинова имя, имя, прошу прощения, может, кто-то ее знает, да, я недавно смотрела ее тренинг, и она говорит, она национальный директор, ее награждали на прошлой ассамблее с национальным директорством, и, вы знаете, она мне сказала, так, раньше я была врачом и лечила людей, теперь я тоже лечу людей, только от другой болезни, от безденежья, так вот, все директора интернет-проектов и берлик онлайн, каждый новичок может и сам себя от безденежья вылечить, да, и, конечно же, вылечить всю свою команду, но если кто-то из лидеров в вашей команде этого не хочет сам, вы хоть бейтесь головой в стену, хоть что делайте, ничего, Светлана Нуриддинова, спасибо огромное, очень с ней мы тут недавно общались в Москве, несколько часов вместе обедали, вместе с Аркином Рыбачаевым, вместе со Светланой Нуриддиновой, ну, обалденная женщина, такая позитивная, такая классная, вот, и вы знаете, вот столько я от нее энергетики, я, я вот на самом деле, говорю, Свет, у меня такое чувство, что мне всю свою энергетику сейчас отдала, она говорит, нет, я говорю, боже мой, сколько в тебе энергии, да, то есть, вот, вы знаете, бывают такие лидеры, которые прям просто вот одно слово сказали, все, человек заряжен, но, вы знаете, когда мы обсуждали, если лидер сам не захочет, вы до него все донесли, вы для него все сделали, вот к вам пришел человек, что вы делаете, да, что вы делаете, вы подписываете человека на рассылку, вы его регистрируете, вы ему сбрасываете видео, вы его добавляете в чат, вы его зовете на вебинары, вы полностью одерживаете, как бы оказываете ему круглосуточную поддержку, вы ему говорите, какие выплаты, вы ему показываете маркетинг-план, да, если лидер после всего, после этого, да, не пошел за вами, то это уже его же проблема, не ваша, самое главное сделать самое необходимое, вот, когда новичок приходит на проект, да, и начинает задавать вопросы, ему кажется, что это глупые вопросы, тут ваша задача, как наставника, поработать с ним и рассказать, что вопросов бывает много, и если их не задавать, то ты их ответы на эти вопросы знать не будешь, а это значит, что не будет знать твоя команда, не качество пойдет вглубь, если ты будешь знать ответы на все вопросы, то качество пойдет вглубь, да, И тут и получается, кто-то растет быстрее, кто-то медленнее, а кто-то вообще падает. Почему? Потому что макушка не знает некоторых вещей, которые нужно знать, но боится и стесняется спросить у наставника, потому что он когда-то это спрашивал, но он уже потерял. Вот мы недавно с лидером, вы знаете, 12%, я очень благодарна, мы с ней созвонились, она говорит, Аня, я не могу, я историю в чатах почистила, мне теперь нечем, как даже сказать, мне, говорит, нечем сейчас рекрутировать, у меня все растеряно, я ее набираю и говорю, как это у тебя все растеряно, ты почистила историю скайпа, ведь ты не почистила компьютер, ты же не переуставляла Windows, и мы пошли смотреть ее рабочий стол, она не научилась открывать панель закладок и все добавлять в закладочки. Вы представляете, какой лидер, я не знаю, тройной, четверной, пятерной труд проделывал? Вы представляете, лидер стеснялся переспросить, потому что он не понял видео, я ей говорю, нажимай на полосочки, открывай закладки, нажимай открыть панель закладок, вот она у тебя, бери мышкой, тащи в панель закладок, она перетащила, ой, у меня все получилось, и у нее теперь все под рукой, понимаете? Очень важен порядок и знания в голове, и вот эти вот минимальные технические моменты, их просто физически не может знать каждый человек, и не нужно никогда стесняться попросить, позвонить своего наставника вам и что-то показать, какую-то мелочь, потому что эта мелочь потом не даст вам, вот это незнание мелочи, не даст вам передать знания в глоб, почему вы молчите, да? Если вы хотите зарабатывать 100, 200, 300 тысяч в месяц, почему вы молчите? Какая причина бывает? Вот, понимаете? Конечно, лучше иногда бывает и промолчать, да, потому что мне лидер тут недавно пишет, у меня ничего не получается, нет заказов, нет активных регистраций, у меня ничего нет. Я говорю, хорошо, показывай странички, звоню, покажи, а нет страничек. А где ты рекрутируешь? Доски объявлений? Показывай, а нет досок объявлений. А как ты? А никак, так ты, я говорю, милая моя, так ты не работаешь, зачем ты мне это пишешь? Ну, я подумала, может, ты мне дашь какой-нибудь совет, может, ты мне выпишешь какой-нибудь пендель. Я говорю, пендель, тебе выпишет наш проект, когда ты пришла позже и до сих пор там, да, сидишь на 6%, а кто-то уже стал драгоценным директором за это время, да, понимаете? Многие люди ищут волшебную кнопочку, которая не существует. Волшебная кнопочка – это позитивный настрой, который нужно учиться в себе вырабатывать, и тогда у вас все получится. Позитивный настрой – это самое важное, самое-самое важное. Это когда ваша команда тоже позитивная, это тоже вот самое-самое важное. Вот, спрашиваем, пробуем, учимся. Вот, и если у вас, и если вы пробуете, учитесь, не получается, и ай да ладно, вот тут и нахлёст получается, у вас путаница в голове. Вы начинаете запоминать, где, в каком чате, какая информация, куда убежала. Это надо как-то где-то, какой-то файлик, да, создавать там на рабочемся, ой, а как его создать, вот ничего не надо. Да, вам надо просто научиться добавлять всю необходимую информацию в закладки, чтобы она у вас всегда была под рукой. Всё. Получается, но не сразу. Свет, огромный молодец, огромный молодец. Скажите, пожалуйста, а вот давайте еще с вами вот такой момент обсудим. У нас уже с вами 32 минуты вебинар, обсудим последний момент, и я пойду отвечать на вопросы. Так, сейчас я почищу старые вопросы. А, тут уже не только старые, да? Симку-мегафон. Вот, значит, вот поговорим сейчас об этом вот моменте, да. Мы с вами регистрируем все страны в одну цепь. У нас нету никаких преломлений, ничего-ничего, да. К примеру, Таджикистан, Россия, Украина, Казахстан, вот так, минуточку, Казахстан, Беларусь, да, и, к примеру, ну, давайте Литву возьмем. Вдруг лидер с Белоруссией терминировался за неактивность, да, допустим, сделал один заказ, мы под него зарегистрируем человека, он больше не делает заказы, и он терминировался. Литва присоединяется в легкую к Казахстану. Все про это знают. Ничего никуда не соединяется, ничего никуда не уплывает. Все должны это знать. И ничего вообще не боятся. Далее, значит, вы запустили первую веточку, провели три активных регистрации в свою структуру, да, три активных регистрации в совместную ветку с наставником, да, это ваша ветка, ваши выплаты, но наставник вам отдает сейчас свои выплаты для того, чтобы вы быстрее влились в работу, да. Ваша задача – открыли вторую ветку, также ее ведете, также контролируете людей, чтобы, допустим, вот этот провел три регистрации вам, да, он провел, потом он открывает свою, поняли, да. Далее, значит, вы открыли, к примеру, да, давайте это вы, да, вы открыли свою вторую, она у вас вышла на 6%, да, к примеру, 6%. Сколько это баллов? Кто ответит? 6%. Сколько баллов структура? 200? 200. Вот, значит, 200 баллов. Простите за кривизну, зато понятно, да, 200 баллов. Я считаю, что рисовать понятнее, чем делать слайды. Кто согласен, конечно, согласитесь, кто не согласен, буду рисовать слайды, кому как удобнее. Давайте с вами проголосуем, потому что чем дальше, тем глубже. Да, 6%. Ветка вышла. Вы ей помогаете дальше строить, но открываете следующую, да. Да, это у вас, к примеру, первая ветка у вас, допустим, на 12%, идеальное построение, идеальное построение, да, 12, вторая уже 9, третья, к примеру, 6. Это сейчас, я говорю, пример лидера, который научился проводить по одной регистрации ежедневно, да, то есть 6, 9, 12, да. Потом, значит, у вас получается уже, видите, я сейчас исправляю 15, да, тут у вас получается 12, да, тут у вас получается 9 и еще одна веточка 6, да, то есть идеальное построение, идеальное построение. Значит, 15% это полторы тысячи, да, полторы тысячи, далее, значит, так, 9 это значит 12, так, 15 это 12, да, это 1000 баллов, вторая веточка, да, 1000 баллов, вторая веточка. 9% это 600 баллов, да, кто вы, кто вы, это 200 баллов, да, давайте с вами сосчитаем, я открываю калькулятор, да, смотрим. 1500, да, плюс 1000, плюс 600, плюс 200, 3, 300, это директор, директор с весьма отличными выплатами, да, 3, 300. Далее смотрим перспективы, какие перспективы я вижу в этом построении, какие. Все стираем. 15% лидер, да, давайте начнем отсюда, чтобы было удобнее. 15% лидер стал директором. Тут у вас ветка 19, тут у вас ветка 15, да, то есть аккуратно идем, да, тут у вас ветка 12, 15, тут у вас ветка 9, да, то есть у вас все потихоньку начинается, и тут у вас ветка 6, да, то есть вы бесконечное число веточек открываете. Запуталась, Леночка, да, это значит, кто вы? Без пяти серебро? Старший директор, да, старший директор, 19% лидер на следующий каталог вышел в директорство. Кто вы? Серебро. 15% лидер потом вышел на директорство, да, дальше у вас там продолжаются веточки, продолжаются, да. Вы уже золото, золото, это серебро, ой, серебро, это старший, это старший, а это серебро. Это я зачеркну. Золото, да, молодцы, 12% лидер вышел, вы кто? Кто вы стали? Четыре директорские ветки, кто это? Кто это? Рубин, ага, молодец, Людочка. Рубин, поняли сейчас, к чему мы вас ведем? Нужно смотреть в глубину, да, нужно смотреть вдаль, нужно видеть. Вот это вот очень важно понимать сейчас. Порядок в голове – это очень классно, это очень здорово. То есть вот такое у нас с вами будет построение. А все начинается с вас и с ваших новичков. Вот остальные принципы, правила построения, технические моменты очень хорошо преподает Оля Пенина, Оля Дубяга. Очень хорошо девочки преподают, мне просто к их вебинарам нечего добавить, все исчерпывающе. Я вам просто показала путь, если вы будете идти, идти по одной регистрации в день. Именно так я открыла Рубина за год. Именно так мы подтвердили старшего национального директора за два года. Мы шли ни в чем не сомневаясь. Мы пользовались своими роликами, мы снимали свои ролики, мы рекрутировали по одной регистрации как минимум в день. И мы с вами ни на какие сравнилки в соцсетях, ни по каким компаниям не бегали. Вот у меня есть лидеры, куда-то сбегают, вернутся. Аня, мы там-то, там-то были, нам не понравилось. Можно ли нам назад? Можно. Ну, извините меня, ты потом с меня не спрашиваешь, что я у тебя на проекте столько-то, а вот я почему-то ниже тех, кто пришел позже. Потому что работать надо на постоянной основе. Но не забывать делать как минимум один выходной в неделю. Если вы чувствуете, что у вас перебор информации в голове, отдохните день, отдохните день. Сделайте маску, полежите в ванной, погуляйте с малышом, что угодно сделайте, только отдыхайте. Самое главное, чтобы у вас не было перебора, взрыва по мозгам. Да, все постепенно. Вот вы поверьте одно, через 2-3 месяца у вас все до такой степени хорошо уляжется по полочкам, если вы будете себе давать отдыхать, что вам это будет казаться элементарным. И вот тут я вас еще раз призываю к терпению. Да, вашим новичкам элементарно это не будет казаться. И это круговерть на года вперед, когда вам все понятно, а новичкам непонятно. Вы будете знать все больше и больше, постепенно у вас знания увеличиваются, да, ваш мозг развивается. Кстати, если мы развиваем с вами мозг умственно, мы с вами дольше живем. Все об этом знали. Это установили какие-то ученые, да, это круто, дорогие коллеги. Поэтому продлеваем жизнь, да, осваиваем и продлеваем жизнь. Ну что ж, все, моя тема окончена, мой путь вами прописан. И если вы идете уверенно, понимая, что компания, проект, и вы сами делаете для себя все возможное, вы учитесь общаться, вы приобретаете опыт общения, вы приобретаете опыт звонков, вы приобретаете опыт построения, то все у вас в порядке, да. То есть проект продумал все, даже перестраховку от неактивных. То есть если у вас новичок не провел три активные регистрации, то он свои ветки не открывает. Вот это очень важно понимать, чтобы потом в вашей структуре как можно меньше было кинутых людей на произвол судьбы. Потому что кинутые все равно меньше работают, чем не кинутые, да. Не все такие, как я, не все такие, как Коля. Под Колю тоже никого не рекрутировали, не регистрировали, да. Коля тоже рос самостоятельно. Да, и я хочу сказать, что сейчас вы должны это все понимать. Да, и чем раньше вы заберете ветки у наставника и их поведете, и будете сами общаться со своей структурой, тем круче. Лучше начинать общаться со своей структурой уже с 6%. Да, да. Всем желаю зарабатывать более чем 100 тысяч в каталог. Всем желаю жить без границ. И всем желаю отработать так, чтобы, оглянувшись, у вас прошло очень мало времени. Так же, как и у меня. Я два с половиной года назад пришла на проект, и мне оглянуться-то еще некуда. А уже зарплата позволяет мне непозволимое. Да, вот, и поэтому я вам этого очень желаю. И у меня мечта, чтобы меня смог повторить каждый лидер на проекте Фаберлик Онлайн. И вы знаете, для меня это огромная мечта, и я буду стараться, чтобы у вас все получилось. Но я делюсь своими знаниями, я ничего от вас не скрываю. Но самое главное, чтобы вы понимали, что руки должны быть задействованы ваши. Мы рекрутируем, рекрутируем. Мы тыкаем кнопки. Чтобы не случилось, мы идем их тыкать. Чтобы у вас не было, мы идем и тычем. И я никогда не поверю, что это сложно. Да, как у Тани Распоповой есть вебинар, где она говорит, тычем, нет. Кнопаем тычки. Да, то есть пошла я кнопать тычки. Это у нее уже такое выражение. То есть каждый божий день по три часа. Да, то есть вот на самом деле это обязательно. Ищем. И вы знаете, чем упорнее вы будете работать, чем упорнее вы будете рисовать перед собой свою цель, к которой вы идете, тем больше вам активных лидеров на вашем пути будут попадаться. И это факт. О чем вы думаете, то к вам притягивается. Я желаю вам роста, удачи, везения, успешного подтверждения каталога, чтобы все подросли как минимум на один уровень. И, конечно же, ждите, скорее всего, завтра, послезавтра будет вебинар по Москве. Даже если вы не едете, то могут поехать лидеры с вашей структуры. Этот вебинар нужно будет максимально разнести по всем чатам. Да, и еще несколько раз. Вам спасибо, дорогие, за веру в себя, за веру в нас, за веру в проект, за веру в компанию. На самом деле, в нужное время, в нужном месте, компания идет на шаг впереди всех. А, кстати, вы не заметили, компания Фаберлик выпускает наряды, а через пару месяцев они становятся трендом на модных подиумах. Вы не заметили? Я вот очень, для меня это уже в привычке вещей. Вот кто следит за модой, тот, скорее всего, это заметил. Что компания Фаберлик, она как будто вот, да, вот, еще ничего не известно, а оно уже у нас в каталоге. Нам кажется, боже мой, осмотрим, а на подиумах та же самая одежда. Это классно идти в ногу со временем и не бояться покупать новые коллекции компании Фаберлик и знать, что вы в ногу со временем идете. Ну все, всем пока-пока, 45.17, но я думаю, информация была важная. Всем до свидания. Продолжение следует...